Степени блаженства Каждому обладателю разума очень важно учитывать, что совершенство наслаждения и радости, блаженство сердца и отрады духа является следствием двух вещей. Первое. Совершенство возлюбленного в его сущности и красоте. Он более достоин любви, чем кто-либо другой. Второе. Совершенство любви к нему. Верующий должен любить его так, как только может, и предпочитать близость к нему и связь с ним всему остальному. Всякому разумному известно, что сила наслаждения, испытываемого в результате обретения желаемого, зависит от силы любви человека к объекту своих стремлений. Чем сильнее любовь, тем сильнее наслаждение любящего. Измученный жаждой, а потом нашедший прохладную воду, и долго голодавший и нашедший вкусную еду, испытывают наслаждение, соответствующее силе их стремления к этой воде и этой пище и любви к ним. Наслаждение и радость нужны сами по себе, и к ним стремится все живое. А если они нужны сами по себе, то они порицаемы, если приносят страдания, по силе превосходящие их, или лишают человека наслаждения большего, нежели эти. А что говорить о том случае, когда это радость и это наслаждение влекут за собой величайшую горечь и лишают человека величайшей радости и величайшего наслаждения. И они похвальны, когда помогают обрести величайшее, постоянное, бесконечное и вечное наслаждение, ничем не омрачаемое и не отравляемое. Это наслаждение в мире вечном, блаженство и благая жизнь в нем. Всевышний Аллах сказал, но нет, вы отдаете предпочтение земной жизни, хотя последняя жизнь лучше и дольше. Сура высочайший, аяты 16-17. А колдуны фараона сказали после того, как уверовали, выноси же свой приговор, поистине ты выносишь приговор только в мирской жизни. Поистине мы уверовали в нашего Господа для того, чтобы Он простил нам наши грехи и колдовство, которому ты нас принудил. Аллах лучше и долговечнее. Сура Таха, аяты 72-73. Всевышний Аллах создал творение, чтобы даровать им это нескончаемое блаженство в вечной обители. А мир этот непостоянен, и наслаждение в нем неполноценное и быстро исчезающее, в отличие от мира вечного, наслаждение в котором не кончаются, а блаженство свободно от всего, что может омрачить его, и от любого страдания. И там есть все, чего жаждут души, и чем услаждаются взоры, и все это вечно и неиссякаемо. И не знает ни одна душа, какие услады Аллах сокрыл там для своих рабов. То есть, там есть то, чего не видели взоры, о чем не слышали уши, и что даже не способен представить себе человек. Именно это имел в виду человек, желавший дать искренний совет своим соплеменникам и сказавший им, «О мой народ, последуйте за мной, и я поведу вас правильным путем. О мой народ, земная жизнь не что иное, как предмет пользования, а последняя жизнь является обителью вечного пребывания». Сура прощающий, аяты 38-39. Он сообщил им, что жизнь в этом мире лишь дорога к миру вечному, который и является настоящей, постоянной обителью. А если известно, что земные наслаждения нужны лишь для того, чтобы, пользуясь ими, обрести наслаждение в мире вечном, и именно для этого и создан мир этот с его благами, то всякое наслаждение, помогающее обрести блаженство в мире вечном и способствующее его обретению, не подлежит осуждению. Напротив, испытывать эти наслаждения в той степени, в которой они способствуют обретению наслаждения мира вечного, похвально. Таким образом, величайшее наслаждение мира вечного, созерцание лика Всевышнего Господа, внимание словам его и близость к нему. В достоверном хадисе говорится, «Клянусь Аллахом, не дарует он им ничего любимее для них, чем возможность смотреть на него», передали муслим от Термизи. «Аммар ибн Ясир, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, обращаясь к Господу с мольбой, «Я прошу тебя даровать мне удовольствие смотреть на твой благородный лик и стремиться ко встрече с тобой», передали Анна Саи, Ахмад ибн Хиббан. «Причиной обретения этого блаженства становится самое великое наслаждение мира этого. Это наслаждение познания его, Всевышнего, и блаженство любви к нему. Это рай мира этого и его величайшее наслаждение. Бренные мирские наслаждения по сравнению с этим наслаждением, как плевок по сравнению с морем. Дух, сердце и тело созданы для этого. Лучшее из того, что есть в этом мире, познание его и любовь к нему, а величайшее наслаждение в раю, созерцание его, возможность смотреть на него, любовь к нему и познание его, от рада глаз, блаженства духа, радость сердец и удовольствие и радость мира этого. Более того, мирские наслаждения, отвлекающие от этого, обернутся болью и муками, и их обладателя ждет жалкая жизнь. Не может жизнь без Аллаха быть благой. Один из любящих Аллаха порой говорил, если обитатели рая испытывают нечто подобное, то их жизнь действительно благая. Мы уже упоминали об этом. А другой сказал, если бы цари и их сыновья знали о том, что есть у нас, они бы набросились на нас с мечами, лишь бы обрести это. Один из испытывающих ложную любовь, которая причиняет муки сердцу влюбленного, восклицал, «Всякий человек влюблен, бывает, любит страстно. Нет блага в нем без страсти и любви». А другой сказал, «Нет блага в мире этом и его усладах, коль ты один и не испытываешь страсти». А что можно сказать о любви, которая есть жизнь для сердец и пища для духа? Не может быть у сердца ни наслаждения, ни преуспеяния, ни жизни без этой любви. Если сердце лишено этой любви, то оно испытывает боль сильнее той, которую испытывает глаз, потерявший способность видеть, ухо, потерявшее способность слышать, нос, потерявший способность обонять, и язык, потерявший способность говорить. Более того, разложение, постигающее сердце, лишенное любви к его Творцу, Создателю и Истинному Богу, серьезнее разложение тела лишенного духа. Но в это верит лишь тот, в ком есть жизнь, потому что рана не причиняет мертвому боли. Итак, величайшее наслаждение этого мира, то, которое становится причиной обретения величайшего наслаждения мира вечного. Наслаждения мира этого бывают трех видов. Самый великий и совершенный из них, первый вид. Те наслаждения, которые помогают обрести наслаждение мира вечного, из-за которой раб Аллаха получает полноценную награду. Так верующий получает награду за действия, которые он совершает ради Аллаха, будь то еда, питье, ношение одежды, супружеское саитие. А что можно сказать о наслаждении веры, познании Аллаха, любви к Нему, стремление ко встрече с Ним и предвкушение созерцания Его благородного лика в садах блаженства. Второй вид. Наслаждения, мешающие обретению наслаждений мира вечного и причиняющие боль, которая оказывается сильнее этих мирских удовольствий. Сюда можно отнести наслаждение тех, которые взяли себе кумиров из любви друг к другу в земной жизни. Они любят их так же, как Аллаха. Они пользуются друг другом, о чем они и скажут в мире вечном, когда встретятся со своим Господом. Господь наш, одни из нас пользовались другими, и мы достигли нашего срока, который ты назначил нам. Он скажет, огонь будет вашей обителью, в которой вы пребудете вечно, если только Аллах не пожелает иначе. Поистине твой Господь мудрый, знающий. Так мы позволяем одним несправедливым править другими за то, что они приобретают. Сура Скотт, аяты 128-129. Также и наслаждение, совершающих прелюбодеяние и несправедливость, а также творящих нечестие на земле и превозносящихся на ней без права. В действительности Аллах позволяет им испытывать эти скверные и запретные наслаждения, но при этом постепенно ведет их к величайшей боли и лишает их при этом совершеннейшего из наслаждений, подобно тому, как один человек позволяет другому есть вкусную, но отравленную еду и ждет, пока он погибнет. Всевышний Аллах сказал, мы завлечем их так, что они даже не осознают этого. Я даю им отсрочку, ведь хитрость моя несокрушима. Сура Письменная Трость, аяты 44-45. Один из наших праведных предшественников сказал, комментируя этот аят, то есть, всякий раз, когда они совершают грех, мы посылаем им милость. Всевышний Аллах сказал, когда же они возрадовались дарованному, мы схватили их внезапно, и они пришли в отчаяние. Несправедливые были уничтожены полностью за то, что не веровали в Аллаха и считали лжецами посланников. Хвала Аллаху, Господу миров. Сура Скотт, аяты 44-45. Всевышний Аллах сказал об обладателях этого наслаждения. Неужели они думают, что мы поддерживаем их богатством и сыновьями, потому что спешим одарить их благами? О нет, однако они не ощущают этого. Сура Верующие, аяты 55-56. И он сказал о них, пусть не восхищают тебя их имущество и дети. Аллах желает только наказать их посредством дарованных им детей и имущества в мирской жизни, дабы они расстались со своими душами, будучи неверующими. Сура покаяния, аят 55. Такое наслаждение в конце концов превращается в сильнейшую боль. Как сказал поэт, наслаждения, которые были приятными в жизни земной, в судный день, увы, превратились в мучения. Третий вид. Наслаждения, которые не влекут за собой ни наслаждения, ни боли в мире вечном и не закрывают человеку полностью путь к наслаждениям мира вечного, хотя и делают их неполноценными. Это дозволенные наслаждения, посредством которых не стремятся обрести наслаждение мира вечного. Эти наслаждения кратковременны и не приносят душе большого блаженства, но в то же время непременно отвлекают раба Аллаха от чего-то лучшего и более полезного. Именно этот вид наслаждений подразумевал пророк, мир ему и благословение Аллаха, говоря, «Всякое развлечение человека ложно, за исключением стрельбы из лука, объездки им своего коня и общения с женой. Они правильны», передали Абу Дауд от Тирмизи и Бамаджа. Имеется в виду такое общение, когда мужчина шутит с женой и говорит ей ласковые и благие слова, демонстрируя свое расположение и хорошее отношение к ней. И то, что помогает получить требуемое наслаждение, правильно, а то, что не помогает в этом, ложно. Такая любовь не подлежит осуждению и порицанию. Напротив, это самый похвальный вид любви. Так же и любовь к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Подразумевается особая любовь, занимающая сердце любящего и мысли его, и заставляющего его поминать объект своей любви. Вообще же в сердце каждого мусульманина есть любовь к Аллаху и его посланнику, мир ему и благословение Аллаха, и не войти в ислам без этой любви. Люди отличаются друг от друга степенью этой любви, и это ведомо лишь Аллаху. Это любовь, умиротворяющая дух, облегчающая бремя обязанностей, делающая скупого щедрым, труса — храбрым, проясняющая рассудок, укращающая душу и по-настоящему улучшающая жизнь, и она неподобна запретной страстной любви к творениям. И когда подвергнутся испытанию души в судный день, душа обладателя этой благой любви будет относиться к числу наилучших душ рабов Аллаха. И вместе с сердцем у него останется душа в день испытания душ, любви исполнена. Эта любовь озаряет лик, дает ощущение простора в груди и оживляет сердце. То же самое можно сказать и о любви к словам Аллаха, ибо она относится к признакам любви к Аллаху. Если захочешь измерить любовь к Аллаху в своем сердце или в сердце другого, то посмотри на любовь к Корану в твоем сердце и выясни, наслаждаешься ли ты вниманием ему больше, чем наслаждаются любители развлечений и пения, вниманием песням и музыке, ибо известно, что для любящего нет ничего любимее слов объекта его любви. Недаром сказано, утверждаешь, что любишь меня, тогда почему же писание мое предаешь ты забвенью? Разве не видел ты, как много в нем моих прекраснейших обращений? А Усман Ибн Афан, да будет доволен им Аллах, сказал, если бы сердца наши были чисты, они не могли бы насытиться словами Аллаха. Действительно, как может любящий насытиться словами объекта своей любви, когда он — цель, которой он стремится? Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Абдуллаху ибн Масуду, да будет доволен им Аллах, почитай мне. Он же сказал, мне читать тебе Коран, при том, что тебе он был не спослан. Он сказал, поистине, я люблю слышать его от кого-то другого. И он начал читать суру женщины, а когда он дошел до слов, что же произойдет, когда мы приведем по свидетелю от каждой общины, а тебя приведем свидетелем против этих, он сказал, достаточно. И он поднял голову и увидел, что из глаз посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, текут слезы, передал Аль-Бухари. А когда сподвижники собирались вместе и среди них был Абу Муса, они говорили ему, о Абу Муса, напомни нам о Господе нашем. И он читал, а они слушали. Любящий Коран испытывает несравнимо большую любовь, духовное наслаждение, блаженство, сладость и радость, чем любящий слушать угодное шайтану. Ты можешь увидеть человека, которому внимание стихам приносит больше радости и удовольствия, нежели внимание кораническим аятам, и он больше любит слушать музыку, чем Коран. Как говорится, читают полностью тебе Коран, а ты как камень, тверд и недвижим. Но вот читают стихи, и ты в движении весь, ему внимаешь, словно опьяненный. Это самое неопровержимое доказательство того, что в сердце нет любви к Аллаху и его словам, и оно любит слушать угодное шайтану. И эти обольщенные думают, что они на истинном пути. О любви к Аллаху и его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Можно сказать во много раз больше сказанного задавшим вопрос о пользе, якобы приносимой страстной влюбленностью. В действительности нет любви полезнее любви к Аллаху и его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. И любая иная любовь ложная, если только она не помогает обрести любовь к Аллаху и его посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Субтитры создавал DimaTorzok